Хороводы у елки, сказочные герои и Дед Мороз. В Октаве самый настоящий Новый год. В силу состояния здоровья, шестилетний Давид не может рассказать о своих эмоциях, полученных на праздники. Но, как говорит его мама, ребенок счастлив. У него просто лицо светилось. Я видела, как он повторял активное движение, какое море радости он испытывал. И просто я очень рада за то, что он встретил так хорошо Новый год. Этот праздник для более 200 детишек с ограниченными возможностями подарили детям душевный и отзывчивый коллектив «Октавы». Но порой, чтобы провести такие мероприятия, одного желания и энтузиазма недостаточно. Находятся люди, готовые поддержать в этом добром деле. Так как мы являемся все-таки муниципальным учреждением, не всегда хватает финансовых средств, чтобы провести очень массово и очень активно такие мероприятия. Поэтому мы очень рады и гордимся тем, что все-таки в нашем городском городе, в городе Нефтекамск, есть такие люди, которые занимаются благотворительностью и меценацией. Таким образом, благодаря финансовой поддержке Республиканской ассоциации молодых депутатов, новогодний утренник для малышей с ограниченными возможностями здоровья закончился традиционно – сладкими подарками от Деда Мороза. В роли добрых волшебников представители ассоциации выступает не первый год. За пять лет первые три года каждый год по сто с лишним детей поздравляли именно детей-инвалидов дошкольного возраста. В том году мы охватили уже отдел опеки, а в том году было 200 с лишним детей. В этом году молодые депутаты решили не отставать от традиций и также охватили более 200 детей-инвалидов дошкольного возраста и детей до 14 лет, состоящих на учете в отделе опеки. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник». Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».